Попытаемся этот сюжет сделать непростым, переложением происшедшего, дескать, в Амцентске, на окраине города, у мемориала славы, состоялась реконструкция боя, там, где и в самом деле когда-то были укрепления немцев, занявших город, и которых наши пытались потом выкурить. И реконструкцию эту, дескать, провел местный клуб-батальон при поддержке такого же военно-исторического и такого же поискового клуба «Дороги войны из Орла». То и это, так и сяк. Но нет, наш сюжет не будет докладом. Мы попытаемся сварганить его по законам драматургии. Ни много ни мало. Итак, это выставка от клуба «Дороги войны» по соседству от клуба «Батальон». И нам непонятно, как дети не растащили это все на память. И да, ради памяти здесь все и устроено. Чтобы не забывал ни стар, ни млад о великом подвиге советского солдата-воина, не знавшего ни национальных различий, ни социальных, ни географических. Это теперь когда-то окраины самостийно переписывают общую историю. А раньше плечом к плечу становились все, невзирая на род, происхождение и прописку. И общая была на всех родина. О расстояниях, которые не разделяют, а сплачивают, расскажет Римма Попова с мужем Андреем. Она, одна из гостей этого мероприятия и внучка солдата, который пропал без вести на Мценской земле, приехала сюда из Казани по приглашению клуба «Батальон». Он пропал без вести. Как стало известно в последние годы, благодаря рассекреченным архивам Министерства обороны, пропал без вести 27 апреля 1942 года, в день начала Мценской наступательной операции, на высоте 237. Так вот, участники. Это советские бойцы и проклятые фашисты. На самом деле наши, просто переодетые ребята. Молодежь из пионер-лагерей, сопровождающие взрослые и прочие заинтересованные лица. Бойцы из местного клуба «Росомаха», устроившие показательные бои и демонстрацию своей готовности повторить, если что, победу за прадедами. А приветствовал всех городской голова, отдав должное общественникам, которые проворачивают такие вот дела. Конечно, мы совместно с администрацией делаем все, чтобы это движение развивалось, потому что это наша история. Это героизм наших отцов и дедов. Мы должны знать, ее помнить и никогда не забывать. Все это детский военно-исторический праздник, названный Мценские высоты. Он так назван в честь высот, на которых Мценск стоит. И на одной из них и случилось когда-то вот что. В прошлом году к нам попал документ, отчет боя разведки 283 стрелковой дивизии. Взвод разведки принадлежал 860-му стрелковому полку. Но действовали в зоне 856-го стрелкового полка по владению ДОТом на высоте 208. В ходе этого боя наши бойцы заняли отсекающие позиции. По краям поставили пулеметы автоматчиков. Группа захвата захватила, уничтожила немецкий ДОТ. Забрали оттуда прицел от зенитного пулемета. Забрали затвор от этого пулемета и ушли. Итак, реконструкция основана на реальном архивном материале. Сделали так. Преодолели заграждение и мины, приблизились к ДОТу, отвлекли огнем немцев, чтобы ворваться с флангом в его траншее. А рассказать, чем все закончилось, легко. Они расписались на Викстаге. Не сами они, конечно, не эти молодые омчане. А они же, но с другими лицами, другого возраста и имени, и с другого времени, и с другой судьбой. Но кажется, что с такими же сердцами. Сергей Быковский, Арсений Куликов, телеканал Первый областной.